Получилось так, чтобы для закрепления моей теории мне потребовалось еще полчаса. Так как мне дали всего полчаса, в течение резких лет я здесь уже присутствую, то мы просто поменялись с Александром Тимофеевичем. Для вас, уважаемая теория, у меня есть очень интересный вопрос. Вы здесь ученые все, умные. Вы решите вот эту задачу. Вот пучок гвоздей, расположите эти гвозди вот на этой шляпке. За 20 минут, в которые я буду выступать, вы будете решать этот вопрос сами. Дослушайте вы нормально, все будет хорошо. Так, вот я это все здесь оставляю. Вернемся опять к горе Кайлос, знаменитой горе Кайлос, которая находится на Тибетском Нагорье, куда профессор Мулдашев неоднократно ходил и написал серию своих книг, которые я когда-то прочитал, и также отправился в эти горы для того, чтобы понять сущность, от кого мы произошли, смысл бытия, что мы должны сделать. Гора Кайлос, она имеет множество значений, понимаете? Вот сейчас вы видите восточную сторону. Шива управляет горою Кайлос. Так говорят тибетцы, так говорят и брахманы индийские. Это все связано непосредственно с Шивой. Вы заметите рисунок, схожесть. Сфинкс, который смотрит точно на восток, по 30-й параллели, а значит в сторону Кайлоса, который также находится на 30-й параллели, имеет две лапы, левую и правую. Также и Кайлос имеет две лапы, так сказать. Вот смотрите. Здесь хорошо проглядываются губы, нос и два глаза. И даже немножечко рука. Я все это сравниваю с Хануманом. Тоже известный очень у нас представитель. Следующая картинка. Видите лицо? Это другая лапа, так сказать, сфинкса, Кайлоса. Не видите, вы не хотите видеть. Вот это ваша проблема. Смотрите внимательно. Вот глаз, вот нос, вот частица и якобы частица от головы, от лба. Не видите? Не видите? В упор не видите? В упор не видите. Смотрите, это Мардук. Вы знаете историю Мардука? Мардук – это один из царей, который когда-то был уведен при помощи хитрости Эроса в поло Земли. Так вот, Эрос – это и есть та самая эра эротическая, которую переживает сейчас у нас планетарное состояние. Мы пришли до точки невозврата. Все, деньги сгубили человечество, дальше хода нету. На горизонте просматривается будущее. Сейчас, в момент соединения эры рыбы и эры водолея, произойдет революция умов. Сто лет тому назад сняли царя, следующий год, семнадцатый год. За сто лет мы так исковеркали землю, испохабили все, устроили несколько войн и завели человечество в тупик. Но где там глаз? Не важно, где там глаз. Вы не хотите этого видеть, я не собираюсь тратить на то время, чтобы вам... Я мечтаю. Вот смотрите, игла. У нас в сказке русской сказано, что у дракона есть яйцо, а там находится игла. Вот вам игла. Вы сегодня говорили о религии. Да, действительно, религия – это утопия для народа, которая приведет к этому завершающему моменту. Гортобский глобус, который Петр Великий, не Петр Первый, не путайте, а Петр Великий, привез из своей экспедиции на Запад. Здесь присутствует нечто. Господь Бог, у которого есть маска, которую он снял. Это инь-янь, это добро и зло. Это ночь и день, это сет и гор по египетской мифологии. Есть дерево яблочное. Смысл яблока я вам объяснял. Попробовав яблоко, на генетическом фоне у людей образовалось ДНА, которое отвечает за стыд или за совесть. Сейчас совести у людей не стало. Обманывают на каждом шагу. Петр Первый. Картина была нарисована в Англии в тот момент, когда Петр, молодой парень, будучи женатым, имеющий детей, любимую жену, был отправлен тайно в экспедицию для того, чтобы научиться строить корабли. На самом деле Лефорт и Гордон, представители масонской ложи, были оповещены, еще будучи там у себя на родине, о том, что необходимо царя увезти, обмануть и заменить. Когда четыре часа этот молодой Петр Первый стоял и не знал, что его рисуют тайно, представьте себе, за четыре часа нарисовать такую картину просто физически невозможно. Значит, ему пририсовали голову. Вот на этом уровне, вот здесь, вот точно здесь, когда вы будете сами разглядывать картинки, если вы заинтересуетесь, вы найдете маску. А вот смотрите, что я сфотографировал в городе Заордами буквально весной этого года. Вот он, Петр Великий. Это ян-муж, который и родился в Заордами, но который был отправлен к своему отцу, который на верфи в Воронеже работал с плотником, и которого завалило там бревнами, так сказать. Так вот, вот этот заменитель Петра и является Петром Великим. А вот эти штучки, которые у него, вот тут, мне объяснили непосредственно там в здании, где находится эта картина, что эти штучки золото. Когда человек тонет, если это происходит, и его спасает, так сказать, труп вытаскивает, для того, чтобы похоронить этих денег, достаточно было, чтобы похоронить труп, так сказать. Вот эта себестоимость. Плюс он держит циркуль. Масонский знак. А вот с этой стороны вы не поверите. Вы видите лицо. Вот оно, лицо с волосом, с глазами и носом. На картине, которую сфотографировали фотоаппаратом, по идее, не должно было быть с фотоспышки, но она произошла. Мы видим лицо. Значит, в этом что-то есть смысл в замене. Придя в Петербург, так сказать, будущее место постройки города, вот этот вот остров, я так думаю, это Зайчий остров или Зайский, как его правильно называют? Зайчий остров, да? Смотрите, вот это Кронверский пролив. Крон – это корона. Верг – это как Вергштадт или фабрика, или производство корон. Сама по себе, вот эта установка, она немножечко хаотично разбросана у углы, да, цитадель. Но смотрите, что интересно. Вот здесь, был бы Молдашев здесь, он бы сказал, что это проекция глаза в профиль. Вот он, зрачок. Вот она, нервная система. Я могу нарисовать. Ну, в принципе, это то же самое. Если мы проведем линию прямо и пройдем до вот этого места, до моста, который соединяет с будущим, так сказать, по моим мнению, да, что именно здесь, под этой дорогой, должна находиться библиотека Ивана Грозного. Потому что ее навряд ли кто когда-то вскапывал, и навряд ли кто когда-то там смотрел. Но этот глаз должен что-то увидеть. Масоны нас специально подвели к тому моменту, который сейчас происходит на нашей планете. Все эти войны, все это, они принесут свой результат. А вот цитадель, которую сфотографировал небольшую, так сказать, пластину, непосредственно в Хоппенгагене в прошлом году. Перед тем, как во Франции еще начали там террористы и вот эту всю свою возню нездоровую. Так вот, на этой доске внизу, вот здесь вот, находится число, 28 число, 10 месяцев октябрь. 1964 года эту доску установили. Вам не напоминает эта стрелка часов, которая также упирается в цитадель? Ну, только эта речка по в Риме, я не буду переводить это слово, вы, наверное, сами знаете, да? Так вот, вот она игла, вот она яйцо. А если мы проведем прямую через всю Италию, мы выйдем на ту сторону и выйдем непосредственно... Смотрите. Вот сюда. Это является фалангой пальца. Вот оно. А вот в этом месте находится город Бари. Там находятся мощи Николая Чудотворца. Николаю Чудотворцу поклоняется весь мир. Хотите вы этого или не хотите? Это второй после Иисуса Христа. А вот маска, та самая маска, которую носил царь Сияруси, Петр I, в течение нескольких лет находящийся в Бастилии, под номером 64-38-9000. Это одно и то же, что было там же на таблице. 28-10, соединяем 38, получается, 1964-й мы просто переставляем цифру. Нас запутали специально для того, чтобы люди созрели, логически. Большая голова – это лемуриец. Сидит на нем атлант. А мы сейчас третья раса. На этом будет точка, так сказать, поставлена. Вот эта фотография феноменальная. Зубы из черепа, я не знаю, сколько веков этому, но... Вы видите точки три? Отец и Сын и Святой Дух. Что такое Святой Дух? Вы понимаете правильность этого слова или нет? Отец, предположительно, это Господь Бог. Сын – это представитель Его, мудрый какой-то человек, который прошел этот жизненный путь, наврался мудрости и начинает реализовывать планы Отца. Но что же такое Святой Дух? А я вам скажу, это женщина. Это мать. Это то, когда происходит момент зачатия, происходит жизнь внутри, в теле. Как это происходит, ни один ученый вам не ответит. Почему на вторую неделю начинается и собиение у ребенка? И происходит это до последнего вздоха. Кто мы? До сих пор еще не изучено. Вы решаете глобальные проблемы в космосе и не можете отвечать на элементарные вопросы. Итак, несколько лет тому назад, на участке, который я купил в Калининградской области, мы стали проводить небольшие раскопки. Как видите, вот два парня начали копать. Здесь в свое время я уже залил бетон для будущей часовни. Вот что мы нашли. Под основанием бетона метр десять. Ширина вот этой вот площадки. Нашли мы камень, на котором находится правый угол вот этого бетонной нашей площадки. Церкви будущего, дома Николая Спасителя, так сказать. Это часть только от него. А рядом находятся еще два камня. Говорят, что был ледовый период. И камни сами по себе ползли. И вот так вот они сложились правильно. Я вам скажу. Я пригласил сюда одного уважаемого человека. Он приехал с представителем тоже своей фирмы. Они провели анализ. Мы проложили вот здесь доски. И уложили уровень. Вы знаете, что такое уровень? Это пузырек воздуха, находящийся в воде. Вода вот так вот. Они колеблется. Говорят, что сфинкс окружал, был водой. Потому что там якобы полоски есть. Но только у них нету знания. Они должны соединить один угол с другим, чтобы эти полоски выровнять. А там углы занижены. Понимаете? Один завышен, другой занижен. Это непосредственно на Сфинске, который находится в Египте. Здесь же, что снижено, что сверху, пузырьки смотрели прямо. Значит, это искусственно положенные камни. Кем и когда? Александр Тимофеевич ночь не спал, искал, перерыл кучу литературы. На следующий день мне звонят и говорят. Нашел. Оказывается, там стояли друиды. По всей вероятности, те же самые, которые когда-то построили и Стоунхенческое кольцо. Ответ. Дайте мне, пожалуйста, когда построили Стоунхенч? Кто знает точную дату? Я вам скажу. 1954 год. Зайдите в интернет, и вы увидите фотографии. 113 штук постройки Стоунхенча. Вас обманули. Военность строили. Ну, то, что здесь сейчас стоит, вы вчера уже видели, здесь уже часовня. Я потратил ровно два месяца. Я живу в Германии, приезжаю со своими небольшими деньгами, поднимаю стены, делаю крышу. На следующий год приезжаю, делаю купол. Сейчас я приезжал, поставил стекла. Я делаю все постепенно, но очень продуманно и четко. Я не люблю переделывать то, что сделал один раз. Поэтому за те 25 лет, которые я в Германии живу и провожу многие работы, я еще ни разу ни одного нарицания от своих клиентов не получил. Опять же, обратите внимание, видите вот камень? В этом месте находится закругление. Сам фундамент я при помощи всего шнуров и уровня провел. Я четко вышел на это место, и на каждом углу, и слева, и справа находятся камни, закладные. Значит, кто-то поработал специально над этим. Ну, там было. Итак, Копенгаген. Смотрите внимательно, колонна копенгагенская. Так она выглядит со стороны. Здесь стояла Бастилия когда-то. После того, когда ее снесли, построили июльскую колонну. Почему именно в июле, а не в июне или в августе ее поставили? Я вам скажу, июль – это седьмой месяц. Речь идет о седьмой чакре. То, что я вам говорил в предыдущие свои выступления. Это самое важное. Если найдут ученые место, где находится на планете седьмая чакра, вы автоматически подойдете к разгадке планеты. Потому что она построена искусственно, так же, как написано в Библии. За шесть дней. У Бога день тысячу лет у нас. Представьте себе, за шесть тысяч лет что можно с его способностями построить? А это находится здесь, в Санкт-Петербурге. Видите ангела с крестом? Вот он вам крест. Теперь смотрите внимательно. Тибет, 2009 год. Закадава. Первое полнолуние. Это очень священный день для тибетцев. Сюда приезжают люди со всего мира. Те, которые знают тайну Кайлоса. Видите белый крест? Он указывает наверх. Вот здесь. Я сейчас не смогу это приблизить. Две цифры. Вот они. Четыре и шесть. Если мы возьмем таблицу Менделеева, то в колонке под номером 64 находится у нас, так сказать, число, отвечающее за состав металла или что-то такое. Гадий или годий. Год. Год – это Бог. 64 – это есть оборот Солнца за 64 года. Тоже эта цифра присутствует. Это все связано с Богом. Вчера я здесь за круглым столом тоже стал говорить, аналогию проводить от русских сказок, о том, как это все правильно надо читать, подо мною посмеялись. Смеяться скоро будем вместе. Вот увидите. Парень в красном несет Николу, Николая Чудотворца. Для того, чтобы ее провести в Тибет, мне пришлось с целью всевозможную приходить, я ее вывез из Германии. А когда-то, много-много лет тому назад, ее вывезли из России. Эта икона находится сейчас у меня. Я наследник ее. Опять же, перуанские картинки. Расшифруйте мне вот это вот. Четыре пальца, пять пальцев, дерево рядом находящееся, пять корней, семь веток. Что это все значит? Ученые разгадали это или нет? Нет. Ответов нет. Год обезьяны. Лабиринт я вам вчера показывал. Человечество попало в лабиринт. Теперь надо вернуться назад. Почему обезьяны опять же четыре и пять пальцев? Это девять. Пятый главный меридиан. На нем находятся чакры планеты. Вы отнеситесь к этому, пожалуйста, серьезно. Не об эфире надо говорить, а о том, что Земля живая и построена искусственно. Когда вы это поймете, тогда вы совсем по-другому будете смотреть на вещи. Читаю. Перуанская пустыня Наска расчерчена гигантскими геометрическими фигурами. 300-метровые рисунки можно рассмотреть только с самолета. Истинное их предназначение до сих пор остается загадкой. Ну, здесь кое-что пишется о Дмитрии Воробьеве. Читаем дальше. Есть представление о московеде Георгии Воробьеве у нас, так, русский дух. На карте центральной части России магистрали, идущие от Москвы, образовали голову русского воина в шлеме. Под шлемом у Витязя город ружейников Тула. Во лбу орел. Глаза Белгород, то есть белый глаз, который не сглазит. Подбородок побережья Азовского моря. Трассы Москва-Ростов и Москва-Волгоград. Вычетыли шею Витязя и бармицу, кольчужную сетку, идущую из-под шлема. Продолжает рассказывать историк. В Великую Отечественную войну немцы ударили сразу по всей голове Витязя. Вы понимаете, немцы знали тайну нашей планеты, что все построено, все государства имеют свои границы, которые четко ложатся на определенные рисунки. Монголия, медведица, лежащая на спине. Казахстан, черепаха. Украина, лягушка, я вам в прошлый раз показывал. Вы понимаете, все зашифровано в рисунках. Кто над этим поработал? Что это нам даст? Я вам вчера говорил, что Николай Чудотворец является покровителем семьи Николая, убиенного так, зверски. Действительно, не по-человечески поступили с семьей. За это Россия отвечает уже сто лет. Но если она примет новые знания, новые учения, Николай придет. Он и будет вторым после Иисуса Христа. А теперь я вам покажу ответ из гвоздей. Раскатывайте, надо приближите чуть-чуть, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Смотрите, вот здесь находятся две кости. Ученые всего мира говорят, что найдите нам кости человека-обезьяны. Смотрите, вот каменная кость. Смотрите внимательно. Это кость человека, предплечье, даже внутренняя часть. Смотрите внимательно. Там, где находился кость. Мозг, я имею в виду. Структура. Все это кость, сто процентов. Это камень. Смотрите, часть от челюсти и зубами. Расшифройте это все. Средите это с обезьяной, с человеком, с ДНР. Разберитесь, в конце концов. Наука вы уже кто? Я вообще никакого отношения к науке имею. Я обычный садовник, я путешественник. Я свои деньги трачу для того, чтобы мир изучать. И в науку я не лезу. Это мое последнее выступление перед вами. У меня очень много знаний, которыми я готов поделиться с наукой. Да, я очень много знаю. Но если вы меня также будете воспринимать не всерьез, то далеко мы не уйдем. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста. Спасибо большое.